Легкоатлетический комплекс Казахстан. Здесь с 10 по 12 февраля проходил чемпионат Азии по легкой атлетике. За несколько дней до открытия мне начали писать, что в этих соревнованиях будет принимать участие Даниил Ахметов, потому что он является президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. У нас была информация, что 10 февраля с ним планируются два мероприятия. Пресс-конференция в 13.00 и официальное открытие в 18.00. Мы решили попробовать. Сначала пытаемся пройти на пресс-конференцию, однако пускать нас не хотели. Встали возле входа. В одном здании с Даниилом Кенжетаевичем уже хорошо. Когда мы попытались аккредитоваться через Федерацию легкой атлетики, от меня просто не взяли трубку. В Министерстве культуры и спорта сказали, что этим занимается Федерация. В итоге мы сделали по-другому. В церемонии открытия принимал участие лично премьер-министр Казахстана, поэтому я позвонил его пресс-секретарю и попросил аккредитовать через них. Ведь все равно, так как премьер-министр лицо охраняемое, все списки проходили через СГО, то есть службу государственной охраны. Но в итоге, даже несмотря на то, что нас аккредитовала пресс-служба премьер-министра, при входе нас в списках не было. У нас в списке нету. Нету. В списке аккредитации. Вы можете показать этот список и показать, что меня там нет? А кто этот список предоставлял? Организаторы. А разве не СГО пропускает сегодня здесь? СГО? Вы же их видите, их здесь нет. А вы можете из Федерации кого-то позвать? С Федерации вам нужно, да? Спасибо большое. Пока мы ждали представителей Федерации, появился еще какой-то список. А Асхат Ниязов можете посмотреть? В списке? Давайте посмотрим. Но и в этом списке нас не оказалось. И никакой представитель Федерации к нам, конечно, не вышел. Хочу отметить один очень важный и прекрасный момент, который дал мне сил и вдохновение на этот выпуск. Это наши зрители, которые даже несмотря на опасность потери работы, поддерживали и информировали нас. Друзья, будьте спокойны, мы свои источники не сдаем. Благодаря им, например, несмотря на то, что мы не присутствовали на той же пресс-конференции, знали, что там происходит. Нам постоянно присылали фото и видео с подписью «Он здесь, ловите его». Поэтому к концу пресс-конференции мы даже знали, что он уже вышел и направляется в нашу сторону. Даниал Кенджитович! Даниал Кенджитович! Здравствуйте, это Асхат... Даниал Кенджитович! Махнул, просто махнул. Знаете, как Сталин, Ленин, вот эти все махали. Ну, слушайте, так близко Даниалу Кенджитовичу мы еще не подбирались. Если посмотреть этот момент в замедленной версии, обратите внимание, сколько помощников вокруг одного человека. С красными волосами это спортивный журналист. Она идет брать у него интервью. Вперед убегает один из охранников. Это что, получается, личная охрана Даниал Кенджитовича или как? Более того, у нас есть видео с другого ракурса, которое еще захватило момент, когда вся эта компания скрылась за угол, вошла на арену, и один из помощников, улыбаясь, кому-то приказал. Это не пушина. Также с арены, где проходило интервью с Акимом, нам присылали фотографии и держали нас в курсе, что происходит. Тем временем мы попытались разобраться, а почему нас вообще не пускают в общественное место. А легкоатлетический центр, это разве стратегический объект? Нет. Почему вы тогда не можете нас пускать? Потому что здесь мероприятия происходят, все строго по списку. Почему? Ну, почему, например, я не могу пройти в общественное место? Ну, как в общественное место? Здесь есть свои организаторы, правильно? Да. У них есть списки сотрудников, которые имеют право участвовать непосредственно в самом мероприятии, правильно? Вы же, допустим, будучи журналистом, вы же даже куда попало не можете просто так зайти, например. Везде заходить, кроме стратегических? Кроме стратегических. Ну, здесь мы по списку принимаем. А кто? Ну, как это в рамках закона? Как это вяжет? Ну, в рамках закона я не в курсе. У нас есть непосредственные задачи, которые мы выполняем на время провождения мероприятий. Потом мы решили пойти по другому пути. На чемпионат Азии по легкой атлетике открыто продавали билеты. А если мы их купим, нас тоже не пустят. При нас дети прошли по билетам, значит, мы тоже можем. У меня есть билеты. Только что мы пропустили детей, 20 человек. С билетами на 6 вечер. Вот, мы купили два билета. Все, с билетами. Сейчас нас должны пропустить. Ждем организатора. Проходит 10 минут. Человек вернулся с информацией. То, что дети только что зашли, они на открытие мероприятия, на что-то там подготовка, то ли танец, то ли что, они вот зашли по билетам, потому что после непосредственного мероприятия они будут рассаживаться на места во время открытия. Вы по билетам можете пройти только тогда, когда само мероприятие начнется. Начнется? Да. Во сколько оно начнет? Вообще мероприятие по плану 6 часов вечера начинается. Вы же людей заранее будете заплатить? Обычно за час до приходят. То есть 5 часов мы уже можем? Приблизительно, да. Где-то так. Пожалуйста. К тому времени, как заканчивалось интервью с Ахметовым на арене, нам поступила еще одна информация, что после Даниил Кинджетаевич выйдет через задний вход и уедет. Даже номер машины скинули. Мы рванули туда. Врешь, не уйдешь! Машина с такими номерами действительно стояла, но почему-то она, не дождавшись Акима в ИКО, уехала пустая. Мы рванули за ней, но потом поняли, что это вообще может быть отвлекающий маневр, и он, пока мы следили за этим авто, вообще сел на другое. Салам алейкум, диктарь! Ахметова не видели? Ахметова не видели? В общем, мы решили пойти на второй заход вечером, когда будет церемония открытия. Зашли мы внутрь по билетам. Проходим и видим ту самую вип-трибуну, где сидел Ахметов с другими гостями. Там были премьер-министр, два Акима Астаны, бывший и действующий, и представители международной делегации. Именно из-за этого, что они там присутствовали, мы не стали в наглую лезть на вип-трибуну и кричать что-то Ахметову. Я не хочу, чтобы гости из других стран знали, что в моей стране Аким может убегать от журналиста. Тем более на лестнице возле вип-трибуны тоже стояло два охранника. Вон он сидит. Покажи. Также была возможность подойти к Акиму в ИКО перед самой церемонией открытия. Они спустились вниз и стояли с премьером от нас буквально в пяти метрах. Но один из сотрудников СГО отвел меня в сторонку, где очень вежливо и очень убедительно попросил, чтобы я ничего не предпринимал, пока здесь премьер-министр. Шутки с СГО плохи, поэтому мне оставалось только ждать и посылать сердечки. Когда ушел премьер-министр, мы сделали первую попытку прорваться к вип-трибуне. Нам надо туда. Туда нам надо пройти. Ну да. Ну вот туда, например. Туда нельзя пройти. Почему? Потому что служба СГО. СГО? На премьер-министр уехал? Нет, пока не поступила информация. А, он здесь еще? Да. А, все, сори. И что вы думаете, когда уже точно выяснилось, что премьер уехал, оказалось, что нас не пускают уже по другой причине? Будет поручение. Будете вы согласованы, вы пройдете, если нет. Поручение от кого у нас? От руководства. Чего? Оргкомитета. Оргкомитета? Чемпионат. То есть, туда не пускает руководство Оргкомитета чемпионата? Есть регламенты, по которым мы организовываем чемпионат Азии. Вот. Почему? Ладно, просто объяснить, почему нам нельзя пройти вон туда? Потому что все согласовывалось заранее. Все встречи, все интервью. Все согласовывалось заранее. Хорошо, позовите мне, кого с кем это надо согласовать. Сейчас уже чемпионат на свет. Вы пройдите в зону медиа, и там вы выполняете свою работу. Вам надо прийти к Даниалу Кенжетаевичу. Зачем? Ну, записать с ним интервью. Ну, у вас было с ним согласовано? Нет. Он с нами не общается, не разговаривает. Ну, я вам сейчас ничем не могу помочь. Потом мы попали в медиазону, через которую был проход к лифту, ведущий к вип-трибуне. Но здесь к нам вообще представили личного охранника, который так нам и передал. Вас сказали не пускать. А кто именно сказал меня не пропускать? Не могу сказать. Не можете сказать? То есть, если я сейчас пройду, вы примените силу? Нет. Не могу вас пропустить. Так? Нет, так указали. Не могу вас пропустить. То есть, вы примените силу, да, если я сейчас пройду? Применять силу у вас есть полномочия? Берег не придет, да? Может, я тогда пройду? Извините, не могу вас пропустить. Ладно, не будем доводить до силы. В общем, человеку сказали, меня конкретно не пускать. Другие с такими бейджиками проходят. Потом к нам подошел еще один охранник. Я так понял, старший у них. Можешь мне записывать, пожалуйста? Нет, я записываю, я журналист. Смотрите, вот, это, вы журналист. Вот, ваш территорий, вот, медиазона, будет передвигаться. Туда медиазону не пускать. А тут заходят тренера и спортсмены, все. Так это же медиазона. Нет, вот ваша медиазона. Нет, а для чего баннер тогда поставили там, на медиазон? Чтобы был задник, чтобы писать людей, правильно? Ну, туда, с сотрудниками, сотрудников нет, там, медиазона. Журналисты же могут туда проходить? Журналисты нельзя туда проходить, журналисты. И вот только на этом моменте к нам, наконец, подошла пресс-секретарь Федерации Легкой Атлетики. Ну, вот, там журналист записывает. Я могу пройти до конца медиазоны, правильно? Нет, я сюда не буду выходить, там же спортсмены, здесь журналисты, там спортсмены. Ну, да, здесь я могу ходить, правильно? Почему именно досюда, а не досюда, не до конца? Нет, все, было дешевле, что мы с ним. А я до двери могу дать? Нет, дверь, аржа, нашу, алмайсы, да? На журналисты, миг, зурналисты. Я вам честно скажу, я Даниил Хинеждаевича хочу словить. Он президент Федерации, сегодня чемпионат. Я хочу записать интервью у него. Я. Семь, туром, проху, кс-бжоков на журналисты. А журналисты, шуковаться? Ну, он же там, наверху сидит. Он же, ка, ешк-мотпеть медиа, дар. Он же, когда же, менде де уйталмай, менде де, о жерде, проху, чоп. Хорошо, я тогда подожду, пока они спостятся, хорошо? Я, ось жерде журналисты. Был жерде, сіздің, ось жерде журналисты, ешк-мшек темет. Сонтан, еркін журналисты беремесе. Здесь я могу ходить. Я Арине. Все, мы отвоевали еще 10 метров. Ну, Занюшка, еще к тебе. Все, нормально все? Брат, нормально все? Можем, да, здесь ходить? Все, все, все. Молем, отвоевали еще 10 метров. Вот, например, пресс-секретарь Министерства культуры и спорта тоже искренне не понимала, почему меня никуда не пускают. Она хотела помочь, но ее полномочия здесь не работали. Это так обидно. Вот он, Даньял Кинджитаевич, буквально в нескольких метрах. А мы не можем к нему попасть, потому что как будто это какое-то охраняемое лицо. Но это же не охраняемое лицо по закону. Но вы видели, что нас не пускают. И это очень печально. Даже после всего этого мы решили не сдаваться и опять подошли к заднему входу, чтобы дождаться, когда Даньял Кинджитаевич будет выходить из здания. На улице же нам никто не запретит находиться. Гости потихоньку начали разъезжаться. Перед нами уехал Аким Астаны Касымбек, потом министр культуры и спорта Оралов. Когда вышел наш старый знакомый Кульгинов, я решил подойти поздороваться. Но он не особо горел желанием. На совещание опаздываете? Ну хорошо. Антей Сидирович опаздывает. Мы потом еще долго ждали, прятались в кустах. Охрана внутри заметно нервничала, но Даньял Кинджитаевич так и не вышел. В общем, простите, но у меня и здесь ничего не получилось. Уважаемый Даньял Кинджитаевич, обращаюсь к вам. Это ваше не последнее мероприятие в столице. Давайте не будем заставлять нервничать ваших охранников и придумывать еще что-то. Пол страны помогает нам найти вас. Уже даже люди в вашем окружении сливают про вас инфу. Давайте все-таки встретимся цивилизованно, запишем с вами интервью и закончим этот цирк. Ваш любимый журналист Асхат Ниязов. Я верю в твое дело, но я сомневаюсь, что ты сможешь изменить положение. Все, блин, смотри!